Хотим представить вашему вниманию видеоролик на тему «Сергей Петрович Боткин – выдающийся деятель медицины». Каждого человека хоть раз в жизни волновал ход истории, а каждого студента, получающего профессию, связанную с медициной, – ход истории данной науки. Среди известных отечественных ученых и специалистов терапевтического профиля всегда с особым почтением и уважением упоминается имя Сергея Петровича Боткина. Обусловлено это огромным вкладом в выдающегося ученого мировую медицинскую науку и практику. Сергей Петрович Боткин происходит из купеческой семьи, занимавшейся торговлей чаем. В детстве хотел стать математиком, но к моменту поступления в университет вышло постановление императора Николая, которое разрешало свободный доступ только на медицинский факультет. В семье родителей Боткина было 25 детей. Сергей был одиннадцатым ребенком от второго брака отца. Сергей Петрович Боткин получил обширную подготовку по различным разделам медицины за рубежом. В клинике профессора Гирша в Кёнигсберге, в патологическом институте у Рудольфа Верхова в Юрцберге, в клинике знаменитого терапевта Людвига Траубе, а также у невропатолога Ромберга, сифилидолога Бериншпрунга в Берлине, у физиолога Карла Людвига и клинициста Пальцера в Вене, а также лаборатории экспериментатора-физиолога Карла Бернара в клиниках Бортеза, Трюсо и других. Первый камень славы Боткина как тонкого диагноста был заложен в 1862 году, после его прижизненного диагноза тромбоза воротной вены. После установления диагноза больной прожил несколько недель. Недоброжелатели надеялись на ошибку, однако на вскрытии при полной аудитории врачей диагноз подтвердился. Много внимания Боткина уделял желчекаменной болезни, который сам страдал длительное время. Он указал на роль инфекции в образовании камней. Он подчеркивал клиническое разнообразие этого заболевания. Ученый считал, что до тех пор, пока врач не обнаружит извергнутый камень, его диагноз остается гипотезой. В работе о рефлекторных явлениях в сосудах кожи и о рефлекторном поте Боткин приводит ряд интересных клинических наблюдений, одно из которых демонстрирует, что при прохождении камня через желчные протоки верхняя и нижняя конечность холодеют, а кожа груди становится горячей, и температура подмышечной падения повышается до 40 градусов. В 1865 году Боткин выступил инициатором создания эпидемиологического общества, которое развернуло обширную деятельность по предотвращению распространения эпидемических заболеваний, таких как чума, холера, тиф, оспа, дифтерия и скарлатина. К этому периоду относится одно из главных открытий доктора. Наблюдая заболевания печени, протекающие с высокой температурой, он впервые описал болезнь, известную теперь как болезнь Боткина или вирусный гепатит А. Отыскивая причины заболевания, симптомами которого были не только желтуха, но и увеличение селезенки и заболевание почек, а одним из последствий – цирроз, Боткин пришел к выводу, что источником заражения служат загрязненные пищевые продукты. Активная жизненная позиция, интерес к общественной деятельности позволили врачебной общественности избрать Боткина в 1878 году председателем общества русских врачей, которым он руководил до кончины. Известность и врачебный талант сыграли свое дело. Боткин стал первым в истории этническим русским лейб-медиком семьи самого императора. Он положил начало санитарным организациям в Санкт-Петербурге. Во многом именно благодаря деятельности Боткина появилась первая санитарная карета, как прообраз будущей скорой помощи. Считается, что единственный неверный диагноз Боткин поставил самому себе. Он опорно считал, что страдает от печеночной колики, в действительности умер от болезни сердца. Чехов первым установил причину болезнью Боткина. У него повторился приступ грудной жабы. Через несколько дней началось сильнейшее удушье, а с ним тоска, страх смерти, обрывочные мысли о детях, о незаконченных работах. Воздуху все меньше и грудные боли все нестерпимее. Стало отдавать в лопатку, тянуть ногу, нестерпимо заболела рука. Самое трудное – это отсутствие дыхания, темнело в глазах, наступал пот. Казалось, приближается смерть. Боткин старался уверить себя и других, что его заболевания просто печеночные колики. Скончался 24 декабря 1889 года в 12 часов 30 минут на французском курорте Мэнтоне в 30 километрах от Ниццы. Похоронили Боткина в Москве на Новодевичьем кладбище. В это время проходил съезд русских врачей, работу которого прервали. Гроб с телом Боткина несли на руках на протяжении четырех верст. Вот такая история о великом враче, о великом терапевте, о талантливом учителе, воспитавшем целую плеяду совершенно необыкновенных, незаварядных врачей, о общественном деятеле, о человеке, который принес медицину на общество, которых ранее не было, и вошел в историю как замечательный врач, профессор, педагог, общественный деятель и патриот страны. Продолжение следует...